В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Памп-треки и площадки для выгула собак в администрации прошли общественные обсуждения реконструкции лыжной базы. Противогазы, респираторы и огнестойкие накидки вступил в силу новый регламент противопожарного режима. Есть вопросы, задавайте. 19 февраля состоится прямой эфир с Сергеем Моковым. Далее расскажем обо всем подробно. Памп-треки для детей, площадка для запуска авиамоделей, новое футбольное поле, устройство зон для пикника и выгула собак. Проект благоустройства поймы реки Сатис в районе лыжной базы представили на общественное обсуждение. Свои пожелания проектировщикам высказали представители спортивных клубов и объединения, а также неравнодушные горожане. Подробности в следующем репортаже. Лыжная база – любимое место для отдыха и занятий спортом для жителей нашего города. Летом здесь проходят тренировки лыжероллеров. Осенью горожане собираются на кросс-нации. Но большинство мероприятий проходят зимой. Это и День снега, и Лыжня России, и Мемориал имени Бориса Глебовича Музрукова. При хорошей погоде все трассы заняты лыжниками-любителями и профессиональными спортсменами. Поэтому будущее благоустройства лыжной базы вызвало у горожан большой интерес. Алексей Логинов на общественных обсуждениях представлял спортивный коллектив «Союз», куда входят сотрудники Института теоретической и математической физики в НИЭФ. Мужчины регулярно посещают лыжную базу для тренировок. Мы сюда пришли именно для того, чтобы акцентировать внимание на вопросах, касающихся любительского лыжного спорта. Алексей предложил создание лыжероллерной трассы на равнение именно для любителей этого вида спорта. Для тех, кто летом хочет кататься в свое удовольствие, и детей, которые будут обучаться технике. Существующая трасса, по мнению мужчины, подходит только для профессиональных спортсменов. Я на ней тоже иногда катаюсь, но мне лично страшно. Особенно в мае, когда появляются любители натуральной природы, посидеть где-то на лужайке или поиграть в волейбол. Потом, как правило, возвращаются они по спускам, и это представляет некую опасность. Также Алексей, как и большинство присутствующих на общественных обсуждениях, против возможного заезда машин на лыжную базу. Эскиз проекта предполагал наличие таких дорог. Представляет опасность именно перемещением автомобилей, не дай бог, в нетрезвом виде. Это не обсуждаем, конечно. Но и также выхлопные газы тоже играют роль. То есть, если будут собираться много машин, тут также была версия организовать. А мотокросс, если учесть, что это двухтактные двигатели, сколько там будет сгоревшего масла. Еще одно предложение проектировщиков оборудовать специальную площадку для пикников вызвало протест у горожан. А вот строительство площадки для выголу собак соровчане поддержали и предложили варианты ее размещения. Привязать отсюда, убрать сюда. Действительно, ни с кем не пересекается. Зона уходит сюда, подход сюда. Подход короткий, по большому счету. Рядом дохода. Да. Здесь спуститься могут подойти. По крайней мере, не заходят в ту зону. В центральной части, в стартовом городке, проектировщик предлагает устроить новый стартовый домик. Трибуны по 100 мест каждая. Скамейки с вешалками для переодевания и велопарковки. Также проект предусматривает строительство площадки для запуска авиамодели и памп-трека для детей. Те, кто не был на обсуждениях, могут прислать свои предложения до 22 февраля на электронную почту mgi-sobaka-adam.sar.ru или высказать по телефону 9 9061 и 9 9073. В течение этого года все работы на лыжной базе должны быть выполнены. 1 февраля вступил в силу новый национальный стандарт по обеспечению объектов с массовым пребыванием людей средствами индивидуальной защиты. Согласно регламенту, учреждения обязаны иметь в распоряжении противогазы, респираторы и специальные огнестойкие накидки. В случае пожара люди с их помощью смогут эвакуироваться из зоны возгорания. Количество места размещения и правила эксплуатации самоспасателей регламентированы ГОСТом. Специальная переносная люлька из огнестойкого материала предназначена для эвакуации из пожара грудных детей. К ней подсоединяется баллон с кислородом, и маленький ребенок может спокойно дышать, пока спасатели не отнесут в безопасное место. Переноска для грудничков – одна из разновидностей средств индивидуальной защиты, правила размещения и эксплуатации которых указаны в новом ГОСТе. В соответствии с пунктом 9 правил на объекте защиты с ночным пребыванием людей, руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, токсичных продуктов горения, из расчета не менее одно средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного. Средства индивидуальной защиты или самоспасатели бывают нескольких видов, а также общего и специального назначения. Общего назначения это для людей, которые либо сами эвакуируют, либо их эвакуируют из зданий, а специально это для дежурного персонала. И, соответственно, у них разное время работы. Общего назначения у них время работы меньше, а специального назначения больше. Места расположения самоспасателей будут обозначаться специальным знаком. Хранить их необходимо в контейнерах, которые должны размещаться в свободном доступе и вблизи эвакуационных выходов. Также новый ГОСТ обязывает руководителей организаций проводить учения сотрудников не реже одного раза в полгода. Самоспасатель необходим для того, чтобы дежурный персонал смог эвакуировать людей из здания до прибытия пожарных подразделений. Следовать требованиям нового надстандарта обязаны образовательные и медицинские учреждения, общежития, кинотеатры, торговые центры и другие организации с массовым пребыванием людей. 19 февраля сотрудники отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Нижегородской области проведут личный прием предпринимателей города. Прием пройдет с 10 до 12 часов в помещении прокуратуры по адресу проспект Мира, 34. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В полиции расскажут о том, какие услуги можно получить в электронном виде и что для этого необходимо сделать. Горячая телефонная линия по этой теме пройдет 18 февраля. Звонки будут принимать с 10 до 12 часов по телефону 8 831 268 65 96. Прием заявок на участие в детском проекте «Нуклеар Китс» продлили до 28 февраля. Всем желающим предстоит пройти собеседование, в ходе которого нужно будет показать свои умения в области вокала, хореографии и актерского мастерства. Дополнительные навыки и таланты только приветствуются. Заявки на участие принимают по электронной почте pvproninsobacarossatom.ru Более подробное о проекте «Нуклеар Китс» можно узнать на официальном сайте www.newkids.ru ХК «Саров» одержал долгожданную победу. Два очка в свою копилку наша команда заработала в столице Удмуртии, где ее встречала местная Ишсталь. С самого начала поединка стало понятно, что на поле играют равные по силе команды, ни одна из которых не намерена сдавать позиции. Основное время закончилось ничью. Овертайм также оставил главный вопрос матча без ответа. Все решила серия буллитов, где удачливее и точнее оказались наши спортсмены. Итог встречи 3-2 в пользу хоккейного клуба «Саров». Напоминаем, что уже в ближайший вторник, 19 февраля, состоится прямой эфир с главврачом КБ-50. Сергей Оков ответит на самые острые и актуальные вопросы о медицинском обслуживании в Сарове. Если вам есть что спросить, звоните по телефону редакции. Подробности далее. В конце января на канале 16 состоялось интервью с главой города в прямом эфире. Тогда свои вопросы смогли задать несколько десятков саровчан. На те вопросы, что не прозвучали в эфире, Александр Тихонов готовит письменные ответы. В ближайшее время мы опубликуем их в нашей официальной группе ВКонтакте, а также на сайте sarov24.ru. Было много отзывов и вопросов в прямой эфир, поэтому мы решили не откладывать в долгий ящик и организовать очередное интервью в прямом эфире. На этот раз гостем студии станет главный врач КБ-50 Сергей Оков. 19 февраля в прямом эфире в рамках программы «Актуальное интервью» он ответит на все ваши вопросы. Мы уже принимаем вопросы по телефону редакции 601-31. Этот же номер будет доступен и во время прямого эфира. Почему именно Сергей Борисович? Нам очень часто звонят в редакцию с вопросами по качеству медицины, по медицинскому обслуживанию. И так или иначе мы все обращаемся к врачам, и эта тема касается каждого из нас. Особенно в период эпидемии, болезни ОРВИ. Поэтому мы предложили Сергею Борисовичу прийти к нам в прямой эфир, и он любезно согласился. Прямой эфир с Сергеем Оковым на канале 16. 19 февраля, вторник, начало в 20.10. Не упустите возможность задать свой вопрос главному врачу КБ-50. Эти книги держали в руках современники авторов. Их пожелтелые страницы были свидетелями исторических событий вековой давности. В библиотеке имени Маяковского открылась выставка редких и ценных книг «Дары века». В экспозиции представлено 230 уникальных изданий, которые выходили в печать, начиная с 17 года прошлого века. Среди сотен книг выставки внимание привлекают неяркие и глянцевые обложки изданий 21 века, а неприметные, порой потрепанные томики начала 19 столетия. Особую ценность для библиотеки представляют прижизненные издания поэтов и писателей Серебряного века. Поэма «12» Александра Блока – одно из таких изданий. Книга была издана в 1918 году, через полгода после того, как она писала ее блог. То есть она была издана при его жизни. У нас в музее третье издание. Первыми посетителями экспозиции стали участники школьных аритоновских чтений. О том, как появились на свет эти уникальные издания, какие художники делали иллюстрации для этих книг, на открытии выставки рассказала библиотекарь Анна Огошкова. Книга – это скорее исторический уже предмет, который включает в себя и авторы, и художника, и издательство. И, конечно же, обстоятельства, при которых эта книга выходила в свет. Томики стихов Сергея Есенина, произведения «Буревестника революции» Максима Горького, книги, изданные в блокадном Ленинграде, а также подарочные и сувенирные брошюры. В фонде библиотеки хранится порядка трех с половиной тысяч редких и ценных книг. Начиная с 1620 года самая старинная книга у нас. И, конечно же, чтобы сохранить их и для наших потомков, для наших детей и внуков, мы должны соблюдать определенные условия, то есть защищать их от света, влаги, и храним их в закрытых шкафах. Выставка будет работать до мая. Познакомиться с уникальными изданиями можно в отделе редкой книги в часы работы библиотеки. Для коллективного посещения нужно заранее оставить заявку на экскурсию. Романтический вечер под ритмы поп, сол, джаз и R&B. В День всех влюбленных в клубе-ресторане «Прайм» прошел музыкальный вечер «Всё о любви». Популярные композиции, современные эстрады, хиты и шлягеры 20-го столетия. В исполнении Екатерины Рахтовой и Екатерины Голубовской прозвучали завораживающие песни «Романтик коллекшн». Узнаваемые мелодии известных песен не оставили равнодушными зрителей и поклонников творчества царовских вокалисток. Их манеры исполнения, тщательный подбор репертуара сделали вечер по-настоящему романтическим. Заявка такая была «Романтик коллекшн», то есть хиты мировые, мировые эстрады различных направлений на английском, на русском языке, естественно, романтической тематики, поскольку день посвящен такому чувству, как любовь. Послушать любимые песни и провести вечер в романтической обстановке пришли и молодые пары, и течья любовь проверена годами. Все они решили сделать будний вечер праздничным и провести его в кругу своих близких в обволакивающей атмосфере завораживающего вокала. Все песни о любви – первый взаимный и безответный роковой. Обе вокалистки отметили, что этим вечером исполняют только свои любимые композиции и не стали выделять какую-то одну. Но, например, Екатерина Рахтова спела несколько из тех, что стали особенными и напоминают об определенных этапах жизненного пути. Может быть, для тех, кто провел романтический вечер в ресторане «Прайм» под чарующие звуки музыки, тоже какая-то песня станет частью семейной истории. Некоторые композиции, исполненные на концерте, перепеты многими вокалистами на различных языках, но не утратили своего очарования до сих пор. Следующий музыкальный вечер пройдет в ресторане «Прайм» 23 февраля. Джазбен «Дядя Вова» познакомит посетителей с мировыми джазовыми хитами. Танцевать легко. Центр развития культуры и искусства приглашает горожан присоединиться к социальному проекту. Опытные педагоги помогут начинающим танцорам разучить с нуля обширную хореографическую программу. В роли наставников выступят преподаватели саровских студий «Дека», «Аларды», «Армир» и «Гелла». Хореографы обучат участников основам танцевальных направлений. Пары, показавшие лучшие результаты, получат призы и подарки от спонсоров проекта. Научиться историческим, бальным, народным и социальным танцам стало намного проще. 1 марта на базе Дома молодежи стартует марафон «Танцевать легко». Этот уникальный проект для саровчан подготовили руководители танцевальных коллективов города. Нашей целью является пропаганда танцевальных парных направлений среди населения города Сарова, а также приобщение населения к такому веселому и полезному досугу, как танец. Принять участие в марафоне смогут саровчане любого возраста, независимо от танцевального опыта. На первое организационное собрание в Дом молодежи организаторы приглашают прийти всех желающих. Если вдруг участники приходят без пары, мы постараемся из таких одиноких людей сделать пары на первом организационном занятии. Будем надеяться, что всем хватит партнеров, потому что, как правило, девушек приходит всегда больше, чем молодых людей. В течение семи недель парам предстоит выучить четыре различных танца. Одним из самых ярких и эмоциональных станет кадриль. Очень интересный танец, на мой взгляд, и очень несложный, очень веселый, с настроением, позволяет взаимодействовать с людям друг с другом, танцует в парах. Мне он нравится, я думаю, он понравится нашим участникам. Итоги танцевального марафона проведут 20 апреля в Доме молодежи. Профессиональное жюри присудит звание короля и королевы бала, а также выберет самый оригинальный костюм. Главным призом станет туристическая поездка в город Казань. Кроме того, среди конкурсантов будут разыгрываться призы и подарки от спонсоров. Более подробную информацию о марафоне можно узнать в социальной сети ВКонтакте «Танцевать легко» или позвонив по телефону 53210. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok